О инфекции, передаваемых половым путем. Это достаточно актуальная тема, почему-то ее все забывают в наше время. Инфекции никуда не деваются, они протекают в 90% просто-напросто бессимптомно. Это можно дальше смотреть. Это 4 самых известных и коварных инфекции. Это хламидии, гонорея, трихоморады и мекоплазм и гениталия. Мекоплазм есть две, есть хорминис, мы вообще на нее не смотрим. Мекоплазм и гениталия достаточно тяжело в наше время, она поддается антибактериальному лечению. На нее мы сейчас обращаем достаточно тоже такое внимание. Что я хочу сказать по поводу гонореи. Гонореи встречаются супер редко. Частые наши жители это трихомонады и хламидии. То, что некоторые гинекологи назначают и путают, то, что вот этот вот список, это на самом деле условно-патогенные микроорганизмы. Они у нас в нашем влагалище есть у всех. Абсолютно у всех. Туриоплазмы, вот пожалуйста, мекоплазмы как раз-таки хормия, гарденелла. Это то, самое распространенное, что нас любят женщины лечить. Сначала вылечивается, грубо говоря, стриптокок, потом выходят энтеробактерии. И женщины бесконечно принимают этот курс антибиотиков. Это абсолютно не надо. Вообще сдавать на них, по сути, без жалоб, без клинической картины не надо. В нашем влагалище 3 килограмма бактерий более 300 видов. Поэтому это просто супер малая часть, но это самое распространенное. Надо обращать вот именно на инфекции, передаваемые головым путем, которые были представлены вот в предыдущем слайде. Хламидии можно там от постельного белья, если такое-то заразиться, от каких-то банных принадлежностей. Ну, как по-научному, это больше, конечно, мужская такая байка, откуда принес хламидии на полотенце, в бане посидел или в бассейне приплыла. Да, как бы это больше всего такое. Выявление абсолютно и у мужчины, и у женщины. И также 100% лечение обоих партнеров. Даже если у него есть какие-то симптомы, у женщины нет, также выявление и лечение 100% у всех. Дальше. В 90% да, они протекают бессимптомно, потом уже возникают осложнения, и женщина думает, откуда. Из-за редких суперсимптомов, грубо говоря, 10%, это будет зуд во влагалище, гнойные выделения могут быть просто зеленоватно-мутноватые, неприятные ощущения. Это боли в области малого таза, кровенистые выделения после плавового акта, либо межменструальные кровенистые выделения будут. Также самые распространенные осложнения – это воспалительные заболевания органов малого таза и бесплодие. Бесплодие – это достаточно более, наверное, важный фактор, нежели когда женщину тоже обследуют, но инфекции ей почему-то не берут. Но она говорит, ну вот у меня нормально все. Нет, первое, естественно, всем точно нужно сдать, это на вот эти вот 4 инфекции передаваемых плавным путем, чтобы действительно быть спокойнее. Все дальше, да. Также подготовка, а метод диагностики – это только ПЦР-тест, не надо ни в коем случае сдавать никакие мазочки на степень частоты влагалища, потому что никакой информации они несут. Женщина сдаёт лейкоцитов, там огромнейшее количество, её также начинают лечить просто сумасшедшими вообще препаратами, какими-то месяц-два находятся. Лейкоциты, во-первых, у нас повышаются во второй половине менструального цикла, во второй фазе – это нормально, не надо никогда так мазки сдавать. И сдаётся просто методом ПЦР, либо с травикального канала, либо из влагалища, потому что никакого там между шейкой и влагалищем нету железного занавеса, можно взять и оттуда, и оттуда спокойно. Подготовка – это не использовать свечи во влагалище за двое суток до сдачи, мазок сдаётся после месячных, либо прям хорошо сдавать их прям в разгар. Вот когда есть зуд, жжение, покраснение, когда выделения идут, все выделения, все мазочки хорошо сдавать именно тогда, но именно ПЦР, чтобы исключить и поймать инфекцию. Так не сплинцеваться, это тоже многие женщины любят в влагалище своё вращать, вообще чем угодно, так вымывается наоборот хорошая флора, полезная. И условные патогены, которые вот это вот уреоплазмы, микоплазмы, они наоборот появляются. Как бы хорошие все уходят, а плохие заходят. За две недели до сдачи не принимать антибиотики, сдаевать мазок только через 48 часов после вагинального УЗИ или полипоскопии, и также воздержаться от половых контактов 48 часов. Это, в принципе, базовые требования вообще к сдаче любого мазка, в том числе онкостологии. Лечение также, да, мы проводим абсолютно по мукуловым партнёрам, как женщине, так и мужчине. Также сдаётся не это, и анализы и у мужчины, и у женщины. Не важно, что у женщины, допустим, есть, и он говорит, ах, у тебя есть, значит нормально. У тебя и полечим, у меня-то нет, ничего нет, абсолютно проверяем всех, и лечатся одним или двумя антибиотериальными препаратами. Как правило, это одним, никаких огромных месячных схем, это всё просто, я не знаю, от лукавого, нет такого. Да, у нас любят женщину залечить, потом ещё покапать, нет. Никаких комплексных долгих лечений, нет, как правило, 1-2 препарата можно однократно и есть ещё до 7 дней курс. Всё, тоже 1-2 антибиотика. Всё. А, ну, профилактика, самое главное, использование презерватива. Всё. Девочки, запомни. Да, 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 только презерватив, он защитит от инфекции передаванным плавным путём. И какой-то там нерамистин, влагалище промыть им на член полить, это тоже, я сколько слышу, я такая, боже, не надо, пожалуйста, это делать. Всё, но если, конечно, уверены, что ни у вас нету никаких инфекций, ни у мужчины, тогда, пожалуйста, и можно презерватив не использовать. ПОДПИШИСЬ! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok